Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Территории, свободные от коронавируса, появятся в Ханты-Мансийске. Такой знак получат предприятия, 100% сотрудников которых сделали прививку от коронавирусной инфекции. 6000 световых пломб бесплатно установили нижневартовские стоматологи. Теперь такая услуга доступна всем югорчанам. Бутылочные крышечки за вкусное вознаграждение. Сороку-эколога тренируют в Когалыме. И обо всем подробнее прямо сейчас. Губернатор сегодня работает в восточной части округа. В Нижневартовске Наталья Комарова встретилась с руководителями нефтегазоперерабатывающих компаний. Один из вопросов противодействия распространению коронавируса. Губернатор отметила, что сегодня в округе привиты более 52% югорчан. В нефтегазовой отрасли прививки сделали 49,7% сотрудников, что ниже общего показателя. Губернатор отметила компании, которые с вакцинацией справляются успешно. В некоторых из них привиты 75% сотрудников. Однако есть и отстающие. Наталья Комарова призвала продолжить эту работу. Берегите себя, пожалуйста. Мы уже теперь не то, что волнуемся, а страшно переживаем. Прошу продолжить каждого из вас создавать условия для людей, для того, чтобы они принимали взвешенное решение, обдуманное и проходили вакцинацию. Безусловно, все, что имеет отношение к соблюдению масочного режима, работу фильтров по здоровью сотрудников, это ничего не снимается. Основной же темой встречи стало развитие малых нефтегазовых предприятий. В энергетической стратегии страны до 2035 года ставка сделана на развитие именно таких компаний и их вклад в общую добычу нефти. В Югре 41 предприятие занимается нефтедобычей. 28 из них входят в состав более крупных. Наталья Комарова отметила, что эксперты в ближайшее время прогнозируют снижение добычи. Восполнить объемы добычи должны мелкие компании за счет внедрения инновационных технологий. По мнению Натальи Комаровой, у малых и независимых недропользователей есть потенциал. Округ со своей стороны видит возможности, чтобы улучшить положение дел. В первую очередь это касается правовых, организационных и административных вопросов. Если говорить о правовом регулировании, то начиная от простого, собственно говоря, узаканивания термина, малые, средние нефтедобывающие предприятия, распределение полномочий между федеральным центром и регионом с точки зрения оперативности принятия решений, например, без рождения мощностью до 5 миллионов тонн нефти с передачей в регионы, принятие всех необходимых решений. Вторую половину дня глава региона провела в Мегионе. Повестка была очень плотной и практически полностью посвящена реализации национальных проектов. О ключевых моментах этого дня расскажет наш специальный корреспондент Елена Составова. В Мегионе глава региона оценила реализацию сразу нескольких национальных проектов. Это культура, здравоохранение, производительность труда и поддержка занятости. Сейчас очень активно набирает обороты работа с университетами. Самарский, Тюменский, Томский политех. Ездим на ярмарку вакансий, смотрим, стараемся привлекать самых лучших специалистов. В компании есть направление лаборатория будущего. Уже имеется положительный опыт работы ребят. Для технического персонала здесь на базе организовали учебные классы. У нас есть свои тренеры, которые непосредственно готовят перед началом работы технических специалистов, тестируют их. В рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» благоустраивают городскую аллею трудовой славы. Здесь появилось современное уличное освещение, несколько скульптур в виде летописных книг с именами первооткрывателей Мегионской нефти. Работы по благоустройству будут продолжаться и в этом, и в следующем году. Особое внимание Наталья Комарова уделила отделению скорой помощи. У него теперь новый адрес. Дело в том, что раньше отделение располагалось в приспособленном аварийном деревянном здании. В 2019 году губернатор там побывала и дала поручение перевести отделение в капитальное строение. Поручение было выполнено в январе нового года этого 21-го. Но и это временное решение, и в ближайшее время у станции медицинской скорой помощи Мегиона должно появиться капитально отдельно стоящее здание. Скорая помощь должна существовать в отдельно стоящем здании. Сейчас она сосредствует с детским реабилитационным центром и с центром диализа. Рассчитываю, что в принципе в первом полугодии 2022 года это произойдет. Завершилась рабочая поездка в администрации города. Здесь состоялась онлайн-встреча с жителями Мегиона. В течение нескольких часов они могли задать волнующие их вопросы. Завтра такая же возможность появится у радужнинцев, потому что глава региона продолжит работать в восточной части города. Мы будем следить за развитием событий. Депутат Государственной Думы Павел Завальный отчитывается о своей работе перед избирателями в ходе поездок по региону. Уже проведены рабочие встречи с общественностью Белоярского, Октябрьского и Березовского районов. Всего за пять лет работы депутатам на территории округа организовано 254 встречи с избирателями. Напомню, Павел Завальный возглавляет в Госдуме комитет по энергетике, в котором рассмотрели 75 законопроектов. Из них 44 было принято. Один из последних о догазификации. Это актуальная тема для Югры. В регионе 10 тысяч домовладений не имеют доступа к газу. Павел Завальный рассказал о перспективах применения сжиженного природного газа. По его словам, в стране есть и необходимое оборудование, и поставщики. Можно решить проблему энергообеспечения всех населенных пунктов, которые находятся в пойманной части реки Обь и Сосева, включая Сарампауль. Не уголь таскать туда, а снабжать уже газом более экологичным. Сарампауль от этого угля, который используется в котельных, там снег черный порой бывает и так далее. Это все-таки экологическая зона. Это и дешевле будет, чем там мазут или солярка, чем пропанбутан. По моим оценкам, дешевле, чем пропанбутан где-то раза в два, а дешевле, чем солярка, другие виды топлива в 6-8 раз. Поэтому такая экономика тоже должна работать. До 10 сентября в Югре от ковида вакцинируют 750 тысяч жителей, если приювочная кампания продолжится такими же темпами. Об этом сегодня во время зум-конференции рассказал глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. На сегодняшний день первый компонент получили почти 400 тысяч угорчан. 280 тысяч из них завершили вакцинацию. По словам главного врача игры, статистика уже дает понимание, что привитые от коронавируса граждане, если заболевают этой инфекцией, то переносят ее гораздо легче, чем непривитые. Сегодня из 112 пациентов, у которых наблюдается тяжелое течение заболевания, лишь один вакцинирован. Запас вакцины в поликлиниках региона больше 50 тысяч доз. В ближайшие пять дней поступят еще 25 тысяч. Каждый сотый из тех, кто в реанимации, сегодня вакцинирован. Делим, да. В 25 раз реже мы видим тяжелое течение ковида у тех, кто вакцинирован по сравнению с теми, кто не вакцинирован. Мне кажется, цифры вполне убедительные, простые, понятные. Нужно или не нужно вакцинироваться. Ответ вот здесь есть. Болеют? Да, болеют. В десятки раз меньше болеют. Но по нашим данным в 25 раз реже тяжело болеют вакцинированные по сравнению с невакцинированными. В Ханты-Мансийске появятся территории, свободные от коронавируса. Соответствующий знак смогут получить предприятия и учреждения окружного центра. Местные гостиницы уже подписали с администрацией города соглашение о сотрудничестве по предупреждению завоза и распространению коронавируса. В акции согласились участвовать 8 отелей города. Как отметили представители администрации, важно не только соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации, но и активно вести работу по вакцинированию своих сотрудников. Так отличительный знак смогут получить предприятия, в которых 100% сотрудников сделали прививки против коронавируса. На сайте администрации гордо отмечается, что гостиницы «Кристалл» и отель «Советник» уже претендуют на знак «Территория, свободная от коронавируса». Напомню, на заседании Оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Югре губернатор Наталья Комарова рекомендовал окружным гостиницам предоставлять бонусы постояльцам, которые полностью прошли вакцинацию против COVID-19. 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали за минувшие сутки в 21-м Югорском муниципалитете. Больше всего новых пациентов в Сургуте – 32. В Нижневартовске тесты на COVID показали положительный результат 22 раза, а в Ханты-Мансийске – 17. На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 38 зафиксирована пневмония, трое переносят заболевание без симптомов. Под наблюдением медиков на данный момент 10 892 человека. 102 пациента находятся в тяжелом состоянии, 70 подключены к аппаратам ИВЛ. Вместе с тем за сутки в Югре от коронавируса вылечились 50 человек. Таким образом, за весь период пандемии в регионе 58 559 выздоровевших пациентов. Как сообщили в департаменте здравоохранения Югры, в Нягоне коечный фонд в ковидном госпитале увеличили до 110 мест. Всего же в Югре развернули 1826 ковидных коек. Они заняты на 68%. Напомню, что во время пика заболеваемости в ноябре прошлого года в Югре было развернуто 3400 ковидных коек. Государственные стоматологии Югры начали устанавливать световые пломбы бесплатно. Еще в мае правительство автономного округа изменило программу медицинской помощи. Власти расширили перечень бесплатных услуг для населения, в том числе и стоматологических. Так, одна пломба светового отверждения обходилась жителям регионов в 1600 рублей. Теперь ее устанавливают бесплатно. Главное иметь на руках медицинский полис. О преимуществах и долговечности такого материала расскажет Елена Составова. Я вот эту пломбу убрала, поставила по фотополимеру и восстановила. Он будет крепче и надежнее. То есть ни коронки, ни штиф, ни чего? Нет, нет, нет. Нижневартовские стоматологи работают с композитами светового отверждения больше 20 лет. И успели убедиться в надежности этого материала. Он в несколько раз прочнее цемента, устойчив к микрофлоре ротовой полости. Позволяет подобрать цвет пломбы в соответствии с оттенком зубной эмали. Может полностью восстанавливать форму и цвет самого зуба. При работе со светоотверждаемыми материалами стоматолог может спокойно формировать пломбу и восстанавливать цвет зуба, не боясь, что материал затвердеет. Потому что сам материал затвердевает только под действием ультрафиолетовой лампы. Раньше такая пломба обходилась пациенту в 1600 рублей. Благодаря изменениям в программе госгарантий медицинской помощи теперь ее устанавливают бесплатно. Постановление правительства Югры вышло 14 мая. В регистратуры стоматологических поликлиник посыпались звонки. Люди интересовались, когда можно будет воспользоваться услугой. В программу были внесены очень хорошие изменения. То есть у югорчан появилась возможность использовать при лечении зубов светоотверждаемые композиты. Конечно, пациенты сразу спрашивать начали, когда это можно будет услугу получить. За июнь мы установили 6000 пломб, более 6000 пломб светоотверждаемых при лечении зубов. Жители Югры должны понимать, что световые композиты устанавливаются бесплатно только при лечении зубов. Эстетические и реставрационные стоматологические работы не входят в территориальную программу. Их пациент оплачивает самостоятельно. Сейчас я немножко постучу, вы мне скажете, болит или не болит. При этом не стоит сбрасывать со щитов цементные пломбы. Стоматологи их по-прежнему высоко ценят. В некоторых случаях рациональнее использовать именно этот материал. Например, если необходимо установить временную пломбу в процессе протезирования. Или улучшить условия авторирования полости зуба. Поэтому, как именно залечить зуб пломбой цементной, химического отверждения или светового, решает стоматолог, опираясь на клинические данные. Елена Составова, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. В Сургуте отремонтируют дорогу, которой не касалась строительная техника почти 15 лет. Речь идет о Югорском тракте. Это одна из самых оживленных магистралей города. Обновят участок автодороги от улицы Заячий остров до Энгельса. Ремонт сделают в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В программу этот объект попал благодаря жителям города, которые выбрали его с помощью голосования. Стоимость проекта 108 миллионов рублей. Работы на участке начались около двух недель назад. До конца этой недели подрядчик обещает закончить работы по укладке первого слоя асфальта. А полностью работы по асфальтированию завершат до начала августа. Что значительно облегчит движение автомобилей. Сейчас из-за ремонта проезд по этому участку дороги затруднен. После обновления проезжей части необходимо будет частично заменить ограждение и освещение. Технология стандартная. Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия. Сверху у нас щема, внизу крупнозеренец опористая смесь. Этот тип покрытия наиболее себя показал при истираемости. Ну и под надежность. В рамках БКД в этом году выделено 522 миллиона рублей на ремонт покрытия проезжей части протяженностью 5 километров 270 метров. Это общий объем. Это 8 объектов. В рамках БКД это улица Крылова, улица Быстринская. Два участка по улице Маяковского. И вот три участка по Югорскому тракту. За минувшие сутки на дорогах Югры один человек погиб, пятеро получили ранения. 8 июля на трассе Нягонь-Приобье в Октябрьском районе 46-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota, врезалась стоявшей на обочине КамАЗ. Сама водитель получила травмы, а ее 35-летняя пассажирка скончалась на месте. Кроме того, на территории округа задержали 8 пьяных водителей. 28 человек оштрафовали за выезд на полосу встречного движения. Еще 24 за нарушение правил перевозки детей. Наталья Комарова поручила переосмыслить график мероприятий по завершению строительства дома номер 3 жилого комплекса «Любимый» в Сургуте. Губернатор провела совещание в рамках работы по восстановлению прав участников долевого строительства. Ранее совместно с дольщиками было принято решение о создании дорожной карты по привлечению инвестора для завершения строительства объекта. В документе указаны мероприятия, сроки и ответственные за их исполнение лица. В частности, согласно графику, инвестор обязан направить членам комиссии заявление о возможности предоставления земельного участка без проведения торгов и пакет документов. В настоящий момент готовность объекта составляет 85%. Строительно-монтажные работы не ведутся. Губернатор поручила пересмотреть график мероприятий в целях оперативного решения вопроса и сокращения сроков реализации дорожной карты. В котельной поселка Зайцевая речка готовятся к установке нового оборудования. В поселениях Нижневартовского района уже началась подготовка к очередному осенне-зимнему сезону. В поселке уже завершили плановый ремонт на водочистном комплексе. Сейчас сотрудники ЖКХ проверяют состояние сетей, тепла и водоснабжения в местной школе, детском саду, амбулатории и других объектов. Что касается котельной, то там уже прошла опрессовка и промывка оборудования. А в ближайшее время в поселок доставят новый котел. Его обещают запустить в работу уже в этом году. Кроме того, в Зайцевой речке запланирован ремонт муниципального жилого фонда. В поселок привезли материалы для предстоящих работ. В начале августа месяца должны привезти нам новый котел. Заменим новый котел и проведем косметический ремонт. Перед началом натопительного сезона, это примерно числа 28 августа, 29 августа, мы проведем пробный запуск котельной и уже по наружной температуре воздуха будем смотреть, когда будем подавать тепло. А вот какие темы наиболее активно обсуждать югорчане в интернете. В Минтруде рассказали, когда семьи с детьми в возрасте от 6 до 17 лет смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Напомним, такую меру поддержки обозначил в послании Федеральному собранию Владимир Путин. Средства выделят, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе. Заявления на выплату принимаются с 15 июля. Сделать это можно на портале госуслуг в отделениях ПФР и МФЦ. Получать выплату россияне начнут с 16 августа. Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета выделят 204 миллиарда рублей. Их получат семьи, в которых воспитывают около 20 миллионов детей. Напомню, в 2020 году для помощи в условиях пандемии коронавируса семьям с детьми два раза осуществляли выплаты в таком же размере и на аналогичных условиях. Победители окружного конкурса рисунков Ростов-Югре получили награды. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказала Наталья Комарова. Окружный конкурс был посвящен семейному месяцу в автономном округе. Губернатор поздравила юных югорчан-победителей. Это Ксения Ефимова, номинация «Семейная открытка», Валерия Мартынова, номинация «Югорские традиции», а также Михаил Соколов, номинация «Семейный портрет», и Александр Русанов, номинация «Экосемья». Последняя посвящена международной экологической акции «Спасти и сохранить». Наталья Комарова поздравила победителей и опубликовала их в видеооткрытке. Я в первый раз участвую в таком масштабном конкурсе. На рисунок меня вдохновила природа нашего края. Когда я была маленькая, я всегда представляла природу в виде человека. Благодаря этому получился такой рисунок. Спасибо большое организаторам, которые дают возможность раскрывать свои таланты и двигаться дальше. Будем с нетерпением ждать от вас новых конкурсов. Пока. Пока. В Сургуте планируют готовить специалистов по медицинской реабилитации. Все дело в том, что местным больницам не хватает инструкторов, лечебной физкультуры, массажистов, медсестер и врачей физиотерапии. Поэтому в новом учебном году Сургутские государственные университеты и Сургутский медколледж начнут реализовывать новые образовательные программы. Это поможет восполнить недостаток специалистов в сфере ранней реабилитации. Также на психологическом факультете СурГУ с 1 сентября начнут подготовку медицинских психологов. Эти специалисты войдут в состав бригад, которые помогают пациентам восстанавливаться после болезней и травм. Как отмечает Юграньюз, одновременно с университетом новый образовательный курс запускает и Сургутский медколледж. Там по направлению медицинской реабилитации будут учить медсестер. Югорских школьников обучат азам журналистике. 12 августа в Канты-Мансейске свою работу начнет школа медиа и креативного мышления. К участию приглашают учеников в 8-11 классов со всего округа. Для юных журналистов из других муниципалитетов подготовили кампус, где они смогут проживать в течение 10 учебных дней. Занятия пройдут в Югорском государственном университете. Обучать школьников будут по трем направлениям. Это факультет подкастов, городской журналистики, а также факультет видео. Кураторами выступят приглашенные специалисты из Москвы. Пока проводить медиашколу планируют в очном формате, но из-за коронавируса многое может измениться. Прием заявок на участие продлили до 15 июля. Ребятам нужно пройти регистрацию, которая заключается в двух этапах. Первый этап нужно заявить о себе через сайт месторожденияталантов.рф. На стартовой странице есть форма регистрации. И в дальнейшем при прохождении регистрации им нужно подгрузить к себе в страничку регистрации медиафайл, который должен включать в себя краткий ролик о себе и описание какого-либо даже можно сюрреалистичного проекта. Коголымские экоактивисты решили повторить эксперимент шведского изобретателя Ганса Форсберга. Инженер создал машину, которая выдает еду в обмен на крышки, а после обучил птиц. Центр экоинициатив «Наш Коголым» планирует научить сороку собирать мусор за вознаграждение. Птицу привезли из Ханты-Мансийска. Ее прикормили в одном из ресторанов. Там она и привыкла к людям. Теперь сама охотно идет на контакт. Пернатая уже учится выполнять несложные команды, развязывает узелки и изучает предметы вокруг. Для птицы уже сделали механическую кормушку, которая выдает лакомство, когда она нажимает на рычаг. Впоследствии ее заменят на электронную. Также к эксперименту планируют подключить и местных сорок. Человек, который ухаживал за ней, сказал, что она собирала и приносила им в обмен на лакомство окурки от сигарет. Мы когда гуляем, она проявляет интерес к окуркам, но больше к шишкам. Шишки она любит и приносит. Это привлечет вообще внимание к проблеме чистоты в наших лесах, на наших улицах. И кто-то, может быть, задумается о этичной стороне этого вопроса и скажет себе, что еще не хватало, чтобы сорока за мной мусор убирала. Следить за новостями телеканала Югра можно в Инстаграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра. Субтитры создавал DimaTorzok